Всем привет! Привет! Это программа «Пять книг» и я, Александр Цыпкин. Здесь мы обсуждаем с известными читателями известных писателей. Сегодня у меня в гостях замечательный молодой актер и музыкант Глеб Калюжный. Привет! Я впервые веду интеллектуальную программу. Ну, не сегодня, но это моя первая интеллектуальная программа. А ты часто бываешь? Я нет. Вот сегодня впервые, что в интеллектуальную программу позвали дурака. Ты почему к себе так критично относишься? Всегда легче, не знаю, сказать, что ты дурак. Мне кажется, мой телефон умнее, чем я. Ты проводишь знак равенства между объемом знания и умом человека? Опыт равно знание равно... Ну, книжки же ты эти прочел. Ты уже образованнее, чем процентов 80. На пятерочку. Давай быть честным, вы же меня заставили. Мы приковали Глеба батареи. Как так? Ты не читал ни одной? Сегодня вот если с пристрастием и с камерой сесть рядом с человеком и в течение года посмотреть, сколько он читает, будет, к сожалению, немного. И у этого есть объяснение. Ты много читаешь из социальных сетей? Да, я захожу ежедневно. Ну, ежедневно нет, ежечасно ли? Ежедневно. Это ты уже молодец, потому что мой опыт подсказывает, что к вечеру, когда обычно человек решает почитать какую-нибудь книжку, в голове уже этот миллион печатных знаков прочитан. У нас мозг просто привык очень быстренько, так скажем, потреблять какую-то информацию, пережевывать ее и выкидывать. То есть, чтобы что-то отсеилось, это прям, ну, такую прям нормальную воспитательную работу нужно проводить над собой. Ты помнишь первую книжку, которую ты прочел? Ну, или когда это было хотя бы? Мне было лет 15, и это преступление и наказание. То есть, подожди, ты вот так начал с преступления и наказания. Я бы на этом и закончил, и больше к книжкам никогда не вернулся. Ну, вот у меня примерно так получилось. Федор Михайлович, что из тебя происходит? Ты вот написал, зачем ты это людям дает в 15 лет? Переворачивать души. Да, и потом они не читают ближайшие лет сто еще. Ты неоднократно в интервью говорил о том, что ты был трудным подростком. А в это время есть возможность читать? Или когда трудный подростковый период, то не до этого? Мне кажется, что у всех подростков так или иначе бывает этот период, когда мы бываем трудными. Ну, ты гордишься своим подростковым возрастом? Я считаю, что хорошо, что все так, как оно есть. Хорошо, что я прошел тот путь и прохожу тот путь, который я прохожу. Разные отношения были и с матушкой в том числе, и с, не знаю, разные школы, разные коллективы. Ты много школ менял? Девять, десять. Ну, слушай, подожди, девять школ – это прям серьезное испытание. Какой ты дашь совет людям, которые входят в новый коллектив, незнакомый, тем более школьный? Важно себя не накручивать, наверное. Будет, и все, справишься в тот момент, когда это будет нужно. Я тебе представлял музыкант и актер, кто ты больше? Просто человек, который ищет себя в этой жизни. Хорошо, Грэмми или Оскар? Сейчас я, наверное, ближе к Оскару. Олимпийский с микрофоном, либо премьера твоего фильма, на котором пришли десятки? В Олимпийский, да. У тебя есть сейчас музыкальный проект, с которым ты связан, над которым ты работаешь? Альбом, не знаю, текст какой-то? Нет, ночью премьера, за полгода, наверное, затише, я, наконец-то, выпускаю треки, которые будут выходить регулярно. Текст твой? Текст всегда мой, музыка всегда моих друзей. Почему ты не пишешь музыку сам? Я могу направлять, я могу, то есть, ну, как бы я понимаю какие-то аспекты, но я не умею там какие-то, я не знаю, какие-то фильтры или еще что-то, например, накидывать вот так вот точно, чтобы, а вот здесь вот герц, то есть там, у меня просто нету элементарно сейчас времени на этого. На этого. На этого? На этого времени у меня нету, а на этого есть. Ты неоднократно подчеркнул, что тебе нравится Высоцкий. Он, как поэт, филигранен абсолютно. Ну, он очень классно работал на созвучиях и на создании образа. Не знаю, есть ли у тебя или нет любимый цитат у Высоцкого, но есть известная фраза, начала песню «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт». Как ты думаешь, для поэта долгая жизнь, для его будущего величия в истории – это плюс или минус? Долгая жизнь, мне кажется, это прекрасно для любого человека. То есть не влияют трагические уходы того же Маяковского Есенина Рицоя и Высоцкого на то, что они остаются в веках? В тот момент, когда эти люди уходили, они же уходили на пике. И, конечно, это имеет какую-то обратную связь после, если есть последователи сегодня. Дэйл Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Это наиболее известная книга Дэйла Карнеги, американского педагога, писателя и оратора. Текст опубликован в далеком ООО. В 1936 году ничего себе не думал, кстати. Меньше чем за год было продано почти миллион экземпляров. Целых 10 лет книга держалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». По меркам того времени это был фантастический успех. Да это и по сегодняшнему меркам неплохо, миллион. Книга представляет собой практическое собрание советов и жизненных кейсов. В качестве примера Карнеги приводит опыт своих друзей и знакомых. Почему ты выбрал именно эту книгу? Кто тебе про нее рассказал? Как ты с ней столкнулся? Просто в телефончике очень удобно. Иногда, когда сидишь, например, на той же площадке или понимаешь, что у тебя есть полчаса, у тебя загруженная книжечка. И был просто ряд произведений, которые я загрузил. Что-то оставалось где-то у меня Карнеги, рассказывали мне. Может, товарищ мой, который в Америке вырос. Может, просто откуда-то услышал автор хотя бы одну книжку прочитать. Да смотри, есть такая фраза «Говорите на темы, которые интересуют вашего собеседника». Потом есть «Пусть ваш собеседник почувствует, что идея принадлежит ему». Искренне и щедро хвалите человека за любой успех. Абсолютно потрясающая мысль. Каждому человеку важно чувствовать себя значимо. Представим себе, что ты был на моей премьере, и я к тебе подхожу и говорю «Ну как тебе?» А тебе, допустим, он не очень понравился. Что ты будешь делать? Прочитав эту книгу, я бы тебе сказал, поздравляю с премьерой, рад за тебя, классно, с удовольствием, за чашкой кофе пообщаюсь. И ты начнешь ругать ее, когда мы сели с тобой? За чашкой кофе я начну приводить, что мне не понравилось. Если мы друзья, если мы в таких отношениях с тобой, что ты можешь в день премьеры ко мне подойти и спросить, ну что, как тебе, Глеб? То есть это премьера, да, то есть это предлагаемое совете, это премьеры. Да, именно так. Где куча людей стоят, камеры, ну естественно, они будут, фильм говно, спасибо, давай. Да, спасибо. Правильно. Нет, если бы мы были друзьями, может быть, я бы так сказал, фильм говно, всем советую смотреть, ну как бы, ну то есть это была бы, возможно, провокация. Если я спрошу тебя твое мнение, или в любом случае стоит сказать, вот я не спросил тебя, как тебе кино, я просто сказал, слушай, классно, что пришел, спасибо тебе большое, и потом мы через неделю встречаемся, просто болтаем. Смотря какие чувства я испытываю по отношению к тебе как другу и, ну как, не знаю, или как коллеге, переживаю ли я за продукт, который выходит. А обратная ситуация, ты выпустил трек, позвал меня, я послушал и понял, что, ну, трек мне, допустим, по каким-то причинам не зашел. Ты хотел бы от меня получить честную реакцию, если ты не спросил меня про это? Творец или автор, он хочет, как бы, он хочет честную реакцию, но... Честную положительную реакцию, да. Честную положительную реакцию, да, это правильная трактовка. А уместно ли говорить про дружбу в контексте завоевания в целом? Смотря в каких-то обстоятельствах. Возможно, кому-то нужно завоевывать друзей, или, возможно, ты, возможно, ты настолько некоммуникабельный человек, что тебе, ну, вот, допустим, там, ты переходишь со школы в школу, не можешь общаться вообще ни с кем. Как бы это помогает во взаимодействии с людьми, ну, дальше, то есть это, ну, может помочь, там, я не знаю, в коммуникации, в плане подружиться, да. В день рождения ты проверяешь, кто из друзей поздравил, кто нет, и если кто-то не поздравил, расстраиваешься? Нет, уже давно не проверяю, потому что небольшое, наверное, количество людей, которые, от которых я действительно рад буду получить поздравления, и я понимаю, что я от них получу поздравления, мне этого достаточно. Сколько может быть у человека лучших друзей? Со временем я понимаю, что, в смысле, лучший друг, просто есть понятие друг. Сколько у тебя таких, а то ты назовешь друг? Мне повезло, я счастливый человек, у меня и друзей много, и семья большая. Сегодня, сейчас это так. У тебя бывали ситуации, когда тебя друг вытаскивал с передряги какой-то серьезный, и когда он сам, ну, рисковал чем-то? Один из моих звукорежиссеров, в принципе, человек, который в последнее время отвечает, последние 3-4 года отвечает полностью за звук и то, как звучит мой голос. И я помню время, когда он работал в пиццерии, у меня не было средств на то, чтобы просто пойти там даже покушать, и он отдавал свой обед мне. Ну, кстати, да. Ну, то есть, там, ему, как бы, делили, типа, то есть, там, первое, второе, там, типа, салатик, еще что-то. Потом в какой-то момент его, ну, как бы, спалили, что, ну, такие, вот, т-т-т-т-т. А ты к нему приходил? А он все равно такой, все нормально, ну, как, приходил. Мне это рассказал уже, там, то есть, он мне отдал вообще себе свой обед. И там что-то, там, как-то с поваром договоришься, супчик или еще что-то, ну, то есть. Ну, в общем. А ты вспоминаешь то время, когда, ну, по сути, есть нечего было? Да, да. И понимаешь, что ты сам себя вытащил из этой ситуации? Это предмет гордости твоя собственная? Да, я много работал, и у меня есть такое качество, как трудолюбие. И я люблю работать. Скажи, ситуация, вот у тебя друг, ты с ним долго общаешься, и вдруг он начинает, не то, что вдруг, он начинает спиваться, ты понимаешь. И ты не можешь это остановить, и вот он тебе приходит один раз, чтобы ты ему помог. Второй раз, третий раз. И ты понимаешь, что это все и бессмысленно, и ты ему должен все больше и больше помогать, и не вытягиваешь. Как ты поступишь дальше? Да, я придумаю вот многоходовочки какие-то, как я ему помогу. Точно не оставлять. И если я понимаю, в каком он состоянии или стадии находится, потому что и алкоголизм, и наркомания, и игромания, еще и куча разных тяжелых зависимостей, именно болезней. Не что-то, что произошло в жизни психологически, а человек как бы сам себя намеренный из того, что… Ах, как все у меня, вот тоже там по-достоевскому, по-моему, идиот, да? Как же мне плохо, будет вот мне вот, чтобы мне еще хуже было. Это вот какая-то такая история. Таким людям, таким людям, да, вот сам бичевая. Таким людям нужно помогать. У тебя была ситуация, что ты потерял кого-то из друзей, потому что они не выдержали твоей знаменитости, твоего нового финансового уровня, известности и так далее? Нет, было немножко по-другому. У меня были разные ребятки или свои, с которыми так или иначе я общался, взаимодействовал. Моя первая компания, которую я собрал, там лет 11, 10, 12 было, ну прям шпендеры еще маленькие. С ними, к сожалению, у меня прервалось общение, потому что другие интересы, потому что я и работал, и снимался, и как-то... Ну, были точно разные ситуации. Не было конкретно такого, что вот у тебя есть возможность поехать на такси сегодня, а не на метро, или там еще что-то. Ну, то есть, условно. Завидовали? Да. Завидовали, да? Ну, да, по-разному. Смотри, есть сайт, один из книги. Единственный способ выиграть спор – это уклониться от него. В споре вы не можете выиграть. Если бы я знал об этой Максиме раньше, я бы, наверное, очень много споров бы не заводил. Прямо настоятельно рекомендую. Сегодня много тем для споров. Ты будешь в них участвовать? Как бы я и так был не сторонник того, чтобы спорить. Я был больше социальным подростком и человеком, который больше любит слушать. Как же спорить с режиссером, если ты считаешь, что он неправ? Или с партнерами по съемочной? На съемочной площадке лично у меня такого… Ну, то есть я себе не позволяю того, чтобы у меня было, в принципе, о чем спорить это сотворчество. Ну, если тебе что-то не нравится, ты об этом скажешь? Конечно. Не стоит забывать, что я… Ну, как бы я же как актер, если я на съемочной площадке, то я инструмент в руках режиссера. Если ты изначально, там, до начала съемок, не проговорил там все эти моменты, согласился, подписался, ну, как бы о чем-то. Ты хоть раз спорил с Юрием Стояновым? Да. А о чем спорили? О смысле бытия. Ну, это было во время съемочного процесса. Он тебя убедил? Нет? Нет, в тот момент нет. Потом мы друг друга убедили. Следующее. Критика опасна, ибо она ранее драгоценна для человека чувство собственного достоинства, наносит удар в его представление о собственной значимости, порождает в нем чувство обиды и негодования. Верно. Вот, у нас уже есть классная ситуация, там, премьера, вчера была, фильм, а как тебе фильм? Если я скажу, что фильм говно, ты знаешь, не удосужился растолковать, там, почему, там, вот это вот, а просто кинуть не, ну, вот это вот, это, в принципе, то, чем люди и больные, в принципе, и сегодня, и вчера, и... Да, высказывание в критике абсолютно необоснованное. Да, ну, вот, вот, в смысле, это просто, как бы, ты просто ранишь чувство человека, и ни к чему это не приведет. Собственно, критик есть внутренний? У меня к себе всегда много вопросов. Ты вообще любишь смотреть фильмы с собой? Для самоанализа это важно. Я, наверное, кого-то обижу, если я скажу, что я не все работы с собой смотрел. А есть, которые не смотрел вообще? Ну, у меня было такое, что за эту сцену я волнуюсь, и вот ее я посмотрю, а остальное просто не буду, не буду просто тратить на это свое время. Страшно? Пойдите наперекор своим страхом, и они развеются. Этот совет дал мне некий А... Вандергит, командующий военно-морскими силами США. Я спросил у него, неужели солдатам не страшно идти в бой, когда кругом рвутся снаряды? Он ответил. Любой, кто скажет, что в таких обстоятельствах ему не страшно, либо лжец, либо слабоумный. Но в таких случаях нужно пойти наперекор, найти себе дело, не обращать внимания на страхи. И они развеются. Практически все книги великого писателя Жюлеверна содержат предсказания и открытия. Все фантастическое, о чем гениальный француз писал в своих романах, было позже изобретено. Даже ученые опирались на его произведение и брали у него идеи. Роман «Вокруг света» за 80 дней, классика французской и мировой литературы. Сюжет строится на авантюре. Главный герой заключает спор с джентльменским лондонским клубом о том, что сможет ли он проехать вокруг света за 80 дней. Разница в часовых поясах помогает ему отвоевать целый день своего путешествия и в итоге выиграть в Пари. Во-первых, ты когда прочел его? Мне было 19 лет, когда я впервые взял в руки Жюль Верна. Приключенческие рассказы вообще супер рекомендую. В любом возрасте. А как она к тебе в руки попала? Мне матушка уши жужжала. Была куча авторов, которые мне накидывала. У нас была огромная библиотека, мне кажется, книг было больше, чем здесь. Я ничего не читал. Он тогда был маленький. А почему? Это какие-то особенности ребенка. Нужно правильно книгу преподносить. Если прочесть Жюль Верна, то действительно сравнишь его жизнеописание с сегодняшним днем и понимаешь, он все предвидел. Начинаешь читать сегодняшних фантастов. Даже если мы будем читать фантастов, которые не занимаются антиутопиями, все равно будущее достаточно такое неприятное. Ты веришь, что наша жизнь в ближайшие сто лет будет чуть менее радостной и яркой, чем сегодня? Я не думаю, что они прогнозируют или говорят, вот условно, или их главная мысль в том, что нам всем конец через столько-то лет. Но в принципе они заставляют читателя подумать на этот счет. А ты считаешь, мы можем изменить реальность, показав людям, как поступать надо, как не надо? Да, абсолютно. Но это же про это. Творчество, самовыражение, искусство. Способ посмотреть на себя со стороны. Жюль Верн, кстати, насколько я помню, он и сам грезил путешествиями. Чуть ли там в 11 лет, по-моему, из дома собирался сбежать, но его вовремя тормознули. Ты достаточно рано начал самостоятельную жизнь. У тебя были какие-нибудь приключения в таком в 11-12-летнем возрасте? В 11 лет мне нравилось с моим другом. Мы ездили и смотрели каждую станцию метро. Ну, мы жили в Москве. Я тогда переехал в центр из Чертаново. Мне, во-первых, мне просто хотелось в Чертаново вернуться все время. Все хотят из Чертаново. То есть все хотят выехать, а ты единственный, который хотел въехать. Я такой, о, Чертаново мое, у-у-у-у. Нам было интересно так же путешествовать. Мы изучали город, в котором живем. На каждую станцию метро приезжали, смотрели, о, что за станция. Выходили, в окрестностях могли туда, туда, там эти кварталы. То есть такой краевед. А милиция не интересовалась, что делать два подростка? А у тебя вообще были проблемы с милицией? Мне кажется, у всех так или иначе были какие-то столкновения с сотрудниками полиции. В детском комнате существовал когда-нибудь? Бывал в ней? Я существовал когда-то, да, был мы такой. Меня поймали ночью с моим товарищем. Так же мы гуляли. Столько же лет примерно было, только это уже было ночью. Подошли? Нет, проехали, потом мой друг, все, они проехали, вообще никого нет. Побежали, я говорю, нет, все нормально, мы идем. Они остановились. Говорит, они уже остановились, все нормально, идем. Говорит, если мы сейчас вот сюда, я говорю, да, 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 я знаю, все нормально, идем. Ну ничего. Они начинают назад сдавать, ну и понятно, что они уже к нам двигаются и направляются. вот сейчас, в последний момент, брат, спокойно, все хорошо, ситуация под контролем. Ну ничего, они спрашиваются, ну как бы, понятно, что мы... Два болта заходят ночью. Ну уже все как бы понятно, сколько лет, и мы, ну там, 16, 18. 16, 18? Поехали. Поехали? Да, поехали. Меня только утром могли забрать. Ну и как вам отнеслись там? Хорошо? Я же говорю, хорошо, меня пельмени накормили. Пельмени накормили, да. Я знаю, что ты хочешь получить права морские на управление каким-либо судном. Вот он. Каким? Все из-за него. Ой, да, сначала хотя бы маленький просто катер, это все. Какое море первое? Мне кажется, я возьму с собой вот одну или две там своих тряпки, которые у меня есть, и на полках. Сгружу просто и пойду в открытое море. Куда-нибудь? Куда-нибудь. А ты готов к таким экспедициям с физическими нагрузками, с испытанием каким-то? Да. А бывал хоть раз? Ты такой смелый, я готов, готов. Супер, прям север, 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 не бывал. Если 80 дней вокруг России, куда поехал? Города Приволжья растят меня, но они примерно похожи один на другой, но есть очень красивые места. Самара вышла из чата сейчас только что. Давай свой топ-3. Топ-3 городов России, о господи. Мест, не обязательно городов, место, можно сказать. Сибирь, Дальний Восток. В Сибирь, В Сибирь, Дальний Восток, ты бы все перечислил. Юг, Крым. Крым. Крым? Угу, Крым. Крым, Краснодарский край, вообще супер. Ну, конечно. Но Крым мне больше нравится. Предложат жить постоянно в Сочи либо в Крыму, согласишься? А работа в Москве, пожалуйста. Если с логистикой все наладится, то да, почему нет? Я бы жил там. Кругосветка. Максимилиум Волошин, пожалуйста, в Коктебеле прожил один из самых крутых поэтов, на мой взгляд. Итак, Виллиас Фок выиграл Пари. Он 80 дней объехал вокруг света. Он использовал для этого все средства передвижения, пакет-бот, железные дороги, коляски, яхты, торговые суда, сани и даже слона. Эксцентричный джентльмен выказал во время этого путешествия изумительную точность их водной крови. Ну, а дальше? Что он выиграл в результате своей поездки? Что привез он с собой? Ничего, скажут некоторые. Да, ничего, если не считать очаровательной жены, которая, как это не покажется невероятным, сделала его самым счастливым человеком в мире. А разве для одного этого не стоит объехать вокруг света? Следующая из братьев Стругацких. Так, за миллиарды конца света. Фантастическая повесть, опубликованная в 76-м году. По сюжету, главный герой Дмитрий Малянов, астрофизик, в отпуске занимается своей научной работой. Изучает он взаимодействие звезд с диффузной материей в галактике. Ты понимаешь, такой диффузной материей? Нет. Ну, как только он понимает, что совершил революционный прорыв в науке, в его жизни начинает происходить необъяснимое. Квартиру неожиданно доставляет ящик с едой и алкоголем. Прекрасно. Откуда ни возьмись, приходит весьма привлекательная женщина. Под окнами квартиры взрывом выворачивает дерево. Становится очевидно, что-то или кто-то пытается помешать ученому продолжить работу. Но зачем? На этот вопрос Молянов не пытается найти ответ. Так, ну давай начнем с того, что вот приходит к тебе, как тут написано, привлекательная женщина, ящик с едой и алкоголем. У вас начало. Хороший начало, мне кажется, праздника. Ящик с едой и алкоголем. И ты понимаешь, зачем идти на работу? Ему там не до этого немножко. Он уже почти нашел суть корня. Ему очень смешно, очень классно. Это была первая книжка, я поэтому ее внес в этот список. Я открывал страницу, значит, мол, читайте, читаешь такую. Перелистываешь дальше, а потом ты, ну то есть, когда ты первый раз их читаешь особенно, ты перелистываешь обратно, потому что ты думаешь, я что, я перескочил страницу. То есть, они очень классно перескакивают с темы на тему и вообще они сводят тебя с ума просто с тем, что там происходит. Почему именно эта книга? И в каком возрасте опять же ты с Тругацкими столкнулся? Пару лет назад. Рекомендовали мне намного раньше, у меня были классные друзья, которые мне еще в 15, в 14 лет говорят, Стругацкий это вообще. Какой Достоевский, это ты, дед, еще успеешь. Для тебя это прежде всего фантастика, то есть приключенческий роман или философский, социальный? Это что-то все вместе. Я не знаю, как они вообще это делали, как они писали это вдвоем или... Ну, в этом их и успех был, потому что они вдвоем это все создавали, писали, спорили, скорее всего, спорили и не читая там Карнеги, ломая голову, рвая волосы, я не представляю, как они это сделали, как это все собрать. Вообще писатели это для меня отдельный прям отдельный какой-то мир. Роман про то, что неожиданно сталкиваешься с силой, которая не дает тебе идти дальше. У тебя бывало, что ты думаешь, что меня не пускает вселенная, не дает мне развиваться? Было? Да, бывало. Кино, классно, вот так вот меня занесло и так же меня вынесло. Такое было. Было. Что ты с этим делал? Шоу устраиваться, баристы. То есть в кино работы нет, ты уже известен, ты идешь работать баристом. Да. Долго отработал? Нет. Да, это буквально на самом деле за год до того, как просто все начинают говорить, писать, называть на кастинге в большом количестве и везет на классные истории. я просто не на все соглашался и мне везло на классные проекты «Вампиры средней полосы», которые они два с половиной, по-моему, года или там три готовили вообще, делали, сняли уже там часть. А ты туда в последний момент попал? Там уже, я даже знаю парня, который был Женьком до меня. Как думаешь, почему это произошло? Вселенная развернулась? А ты веришь, кстати, в то, что у нас есть некая сила либо управляющая нами, либо противодействующая нам, но что мы не самостоятельны полностью? Ну, относительно. Я считаю, что мы можем влиять на свою судьбу и что есть какие-то штуки, которых мы не можем избежать. Цитаты из книги «Все ваши поиски причин есть просто праздное любопытство. Не о том, вам надо думать, каким именно прессом вас дают, а о том, как вести себя под давлением». Согласен с этим? Надо понять, что это под давлением. И, слушай, в случае с Моляновым он не мог понять, потому что это все... А, ну, надо же понять, куда оно. Почему? Что мне не дает закончить научную работу или что мне не дает... Что мне не дает покоя. Я вот абсолютно вот Молянов и его кот. Ты веришь в мистику? Не особо. Относительно. А в Бога? Да. Относительно. Ну, кого ты благодаришь за то, что тебя взяли в вампиры средней полосы в последний момент и вскочил в этот поезд? Вселенную, себя. Ну, да, ну, Бог, Вселенная все примерно. Если ты вдруг поймешь, что опять упираешься в какую-то силу, которая не дает тебе развиваться, ты просто будешь ее продавливать или нет? Единственная сила, которая не дает или не давала или будет не давать мне развиваться. только ты сам. И ты сам с собой должен разбираться. Цитата, потому что у вас в вашем положении не только друзей нет, вы до такой степени одинокие, что у вас и врага нет. Был хейт? В целом? Разные, но вот больше всего это корень хейта. Это необоснованный человек. Просто у него неприятен. А это из-за чего? У тебя там недостаток образования? Если мне неинтересно, ты не вчитываешься в это? Ну, конечно. Когда-нибудь тебя докапывались со стороны коллег по цеху? У тебя же нет актерского образования, так какого? Ты прилетала за это? От коллег именно по цеху, от актеров мало такое в прямую, что кто подойдет. Это нужно иметь стержень или яйца большие. А ты не хочешь пойти поучиться, кстати, в Гитис или Мухах? С удовольствием. Когда время будет или нет? А чего конкретно тебе не хватает, ты считаешь? Каких навыков? Режиссура. Это то, что мне интересно изучить, как еще. Не то, что мне есть куда расти, мне капец, как есть куда расти. Ты с таким мэтром, как Стоянов, хоть раз имел разговор на тему того, что у тебя образования нет и надо будет тебе учиться? Да, имел и это проходило определенные стадии и Юрий Николаевич Стоянов горел тем, чтобы образование обязательно. Потом уже со временем вот тебе уже. А, он тебя поощрял? Да. Еще одна цитата. Проблема ценностей. Пожалуйста, самое ценное, что есть в мире, это из книги, это моя личность, моя семья, мои друзья. Остальное пусть катится все к чертовой матери. Остальное за пределами моей ответственности. Драться ради Бога за себя, за семью, за друзей, до последнего беспощады. Но за человечество, за достоинство землян, за галактический престиж, к чертовой матери, я не дерусь за слова, у меня заботы поважнее. А ты как хочешь. Но идиотом быть не советую. Что ты думаешь про эту цитату, насколько мы должны драться за достоинство землян и галактический престиж? Начинать нужно немножко с себя. Если здесь условно и здесь там порядок, то дальше ты можешь помогать другим. У тебя в твоей системе ценностей что стоит на первом месте? Альтруизм. Несущественно. Несущественно, повторил за ним Малянов. Это знаете ли вам несущественно? Проговорил он, успешно собирая с того бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. Сидишь тут, сидишь как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно. Бормотал он, напускаясь на корточки, собирая черновики, разбросанные по полу. На этих рельсах к альтруизму переходим к Герману Гестесе Ситхартха. Ну, сам, сам заявил. Итак, Ситхартха. Аллегорический роман притча Германа Геста впервые был опубликован в 1922 году. История о молодом Брахмане Ситхартхе, позже прозванном Буддой Шакемуни. Главный герой Ситхартха и его близкий друг Ковинда покидают родные края в поисках собственного пути и опыта. Свою жизнь они посвящают поиску атмана, одного из ключевых понятий в индуизме. Красивая и очень глубокая история, затрагивающая вопросы смысла жизни и человеческого бытия. Это откуда? Девушку посоветовала. У меня Ситхартха также появился. Мне тоже в свое время девушка посоветовала. Мне казалось, что она ощущает некий недостаток у меня образования в этом направлении. Ты знаешь, вот это прочти, что ты поймешь. Вот так было, да? Это примерно вот такая же история. Так, ну вот, чтобы ты хоть чуть-чуть там отдуплял хоть что-то, да. Насколько поменялось то мировоззрение, потому что книжка действительно в голове переключает регистры. Меня больше переключило вот Стругацкий, наверное, чем Гильерман Гёса, да? Не в обиду. Не в обиду ему сказано. Не в обиду, да, всем. Буддинская философия проникла в тебя после этой книжки? Она, мне кажется, проникла просто раньше, еще до этой книжки, поэтому это уже было просто такое, ну, теперь я хотя бы знаю, почему. Чего, откуда? Мне было очень занимательно на самом деле знать про про то, что там и про вот этот мир. То есть для тебя это такой боепик был Будды? Ну, типа того. Ты хоть раз медитировал? Да. Всем настоятельно рекомендую медитировать. Ежедневно. Ежедневно. Ну, ежечасно не обязательно, но... Ты прям ежедневно медитируешь? И как ты медитируешь? Ну, в смысле, это просто, то есть ты... Концентрируешь внимание на чем-то и сидишь? На себе, на пространстве, где ты сидишь, в нигде или где-то. Это очень прикольно. Есть классная мысль у... из актеров Сергей Бодров говорил про медитацию, опять же. Люблю вставать посреди оживленной улицы и представлять, что у меня нет. Хорошо. Стою на угол, ну, точнее, он говорил конкретно про себя, что у него было такое. Угу. Где-то. И все, машины там едут, светофоры, вот этот вот люди, жизнь течет вокруг тебя, а меня просто нету, и жизнь дальше течет. Это же философская такая мысль. Да. Ну и абсолютно это можно медитировать, стоя вот на светофоре и не обязательно закрывать глаза или еще что-то. Цитата. Мир был прекрасен, если смотреть на него вот так, ничего не ища, просто по-детски. Как ты думаешь, в сегодняшнее время абсолютно сумасшедшее, когда жизнь не течет, она просто рвется из берегов, возможно ли ничего не искать, успокоиться, перестать желать и каким-то образом приблизиться к просветлению таким? В какой-то момент, да. Ну то есть это же все стадиями, и у каждого человека это разными там, ну какому-то человеку необходимо будет, да, вот остановиться на секунду, просто посмотреть, понять, что, блин, да, нету того или того или того, но зато есть вот жизнь. И вообще, это же счастье, что она есть. Ты продолжаешь по-детски смотреть на мир? Да. Мне кажется, это моя большая победа. А вот в сложном детстве, скажем так, когда ты из одного полицейского участка в другой, ты сохранял между школами? Между школами сохранял детский мир? Вот детский взгляд на мир. Нет, я хотел поскорее вырасти и стать взрослым, не понимая того, что я уже вырос и стал взрослым. Угу. Давно уже седхарха участвовал в беседах мудрецов, упражнялся с говиндой, в искусственном наблюдении, в служении медитации. Он умел уже беззвучно произносить слово из слов, на вдохе, беззвучно роняя его в себя, на выдохе же, беззвучно роняя его во внешне, сосредоточившись с душою, с телом, осиянным блеском ясно-мыслящего духа. Книжка, которая очень часто на границе детского и взрослого взгляда на мир, Антуан Де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». «Маленький принц» — это аллегорическая повестка французского писателя Антуана Экзюпери. Опубликованное произведение в 43-м году в Нью-Йорке было продано более 140 миллионов экземпляров по всему миру. Книга переведена почти ничего себе на 300 языков и диалектов, что ставит ее в ряд самых продаваемых книг в истории. Несмотря на детский стиль повествования, в сказке затрагиваются глубокие темы дружбы, любви, утраты и одиночества. В предисловии автор пишет, что посвящает эту книгу своему лучшему другу, а затем добавляет «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Итак, я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким. Эту книжку люди чаще всего перечитывают. Они с ней знакомятся в каком-то возрасте, обычно подростковом, либо чуть раньше даже, как сказку читают, а потом читают в 20 и так далее, в 30-40 и постоянно. Ты ее читал один раз? Первый раз, когда подарили, второй раз... А тебе подарили? Да, мне подарили. Подарила коллега по площадке, актриса, и на день рождения это был замечательный подарок. Я ей очень благодарен за него. Сразу прочел? Да, практически. Ну, для тебя она прежде всего о чем? Любви к самому себе, и от этого уже идет любовь к... Хороший цитат, там есть, знаешь, когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце. Часто ли тебе бывает грустно, по каким причинам, и что ты с этой грустью делаешь? Не самое приятное состояние, но круто его тоже проживать. Я не знаю, я стараюсь впитывать как губочка все, что происходит вокруг меня, если это пасмурная погода, или грусть, или еще какая-то. Я эту энергию просто беру и, не знаю, перенаправляю просто в творчество. Пишется лучше грустным или весело? И грустным, и веселым. В среднем тоже очень круто пишется. Или, я не знаю, сложно вести дневник. Ты когда-нибудь ввел? Важно, на самом деле, я могу порекомендовать и посоветовать вести дневник и самому себе в том числе. Маленький принц, я помню, поссорился со своей Розой, очень переживал из-за этого, и в том числе это же и тема ссоры с любимым человеком, с человеком, за которого ты отвечаешь. Часто ли ты ссорился и как ты вообще ссоришься? Первый миришься? Не первый ждешь, пока к тебе придут? Первый. Я думал, что это моя слабая сторона. Ты думал, что слабая сторона? Да. Что ты не можешь быть в конфликте, что тебе нужно применить, чтобы... я заводился. Я был достаточно экспрессивный человек, который мог в какой-то момент прям прикрикнуть. Что стало причиной изменений? Время и опыт, то, что нас делает людьми, имеющими свой, не знаю, какой-то опыт, вообще перестал ссориться. Вообще перестал ссориться. То есть с тобой даже поссориться невозможно. Таскать девушку не то, что Гессе подарит. Завалит литературой какой-нибудь. Фраза классическая из «Маленького принца», что мы отвечаем за тех, кого приручили. Ее очень часто, во-первых, приводят в различных ситуациях. Иногда ей манипулируют, иногда вешают человеку чувство вины. Совершенно надуманное. Особенно... Новые, понимаете, как модно-своечки, как газвайтинг. Да. Ну, когда особенно люди расходятся, кто-то кого-то разлюбил и тут начинает. А ты ее приручил, будь с ней до конца. Ты считаешь, что человек, особенно в личных отношениях, уж кого если приручил, то отвечает за него дальше? В отношениях... Не знаю, как в отношениях приручил. Вообще, можно ли такие формулировки использовать? Приручил. Приручить можно животное, можно собаку приручить, можно кошку приручить. Если ты берешь на себя ответственность, такую как живое существо или человек, ну, неважно, короче. В принципе, это все равнозначно. Мы говорим сейчас про отношения равных людей, потому что именно в этих ситуациях эту фразу иногда используют в качестве попытки чувства вины приклеить. люди, к сожалению или к счастью, учатся у друг друга. Кто-то извлечет уроки, кто-то не извлечет. Это нормально или ненормально. Это жизнь. Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисованный на предыдущей странице, но я нарисовываю его еще раз, чтобы вы получше разглядели. Здесь маленький принц впервые появился на земле, а потом исчез. Смотрите внимательнее, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку или в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. Если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответить на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда очень прошу вас, не забудьте утешить меня в моей печали. Скорее напишите мне, что он вернулся. Ну хорошо, смотри, у нас в финале мы задаем вопросы, как будто взятые из книжек, из тех, которые ты принес. Отвечаешь ты односложно. Не обязательно одним словом, одним-двумя. Вопрос от Джуливерна. На что вы надеетесь? На себя. Вопрос от Дейла Карнеги. Знаете ли вы кого-нибудь, кого бы вам хотелось изменить, сделать лучше? Себя. Ты вообще знаешь ли, не альтруист какой, ты эгоист. Вопрос от Стругацких. Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак? Брак, настоящий брак, это любовь. Гесса, а ты? Куда идешь ты? Это достаточно классная формулировка и круто. Я желаю каждому человечку этого быть лучшей версии себя каждый день и саморазвития. Поэтому очень коротко, но емко да, к себе идти, почему нет. И, экзюпери, где же ваше королевство? И подсказываю. Напротив сидит Элизави. Счастье иметь собеседника. Спасибо. Это был мой гость программы «Пять книг» Глеб Калюжный. Мы справились. Продолжение следует...